Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сестры, особенно отцы, я хочу сегодня вместе с вами раскрыть очередной пророческий секрет в воспитании наших детей. Прежде чем приступить к раскрытию данного секрета, вообще хочу сказать о воспитании в общем. Мы, родители, целыми днями бываем занятыми своими делами, зарабатываем для своей семьи на кусок хлеба, на их обеспечение. И для многих из нас главной целью, основной деятельностью в жизни превращается зарабатывание средств. И зачастую большинство из нас забывает о самой главной своей задаче. Самым главным в своем долге перед своими домочадцами – это их воспитание. То есть, когда мы целыми днями заняты на работе, мы уже должны думать о том, что вот я приду домой, меня там ждут мои любимые дети, и я обязан им уделить время. Должен с ними поговорить, я обязан их воспитать. Вот с этого нужно, я думаю, и будет справедливо начать. Потому что мы очень мало этому уделяем время. А теперь приступим к самому очередному секрету в воспитании этих детей. Какую методику, какой способ воспитания детей предпочитал наш посланник Аллаха, да и вообще посланник Аллаха, был наилучшим из воспитателей, наилучшим из учителей, и был наилучшим образцом для всего человечества. В воспитании наш посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, применял метод доброты, метод мягкости, мудрости, то есть мудрый подход, о котором сказано в священном аяте, где Аллах говорит, ау-зу-гилляхи мя-шит-ан-р-раджим, «фабима рахматим мин Аллахи линталяхум» «Ведь по милости Аллаха ты проявил мягкость к ним, говорит Аллах. Если бы ты был бы грубым, толстосердным, они бы разбежались бы от тебя, отошли бы от тебя». То есть в какой-то степени каждый из нас в этом должен брать пример с нашего посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма. Стараться быть таким главой в семье возвращения домой, которого с нетерпением ожидают его домочадцы. То есть быть таким отцом, которого окружают все члены его семьи, когда он возвращается домой, а не таким, которые при возвращении тебя домой разбегаются по уголкам квартиры или дома. И самым мудрым из родителей является тот родитель, тот отец, который предпочитает путь друга в воспитании своих детей. То есть стать другом для своих домочадцев, другом для своего сына. И это самый лучший способ. Когда Анас, разли Аллаху алейхи, рассказал о том, каким образом посланник Аллаха обращался к нему, он рассказывает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи, никогда ему не сказал, «Ты почему так поступил? Ты почему так не сделал?» То есть тот метод, к которому склонны большинство из нас, это метод жесткости, повышенных тонов и упреков. Такой метод безуспешен в воспитании наших детей. Если мы хотим, чтобы наши сыновья, например, выросли людьми с большой буквы, уверенными в самих себе, которые могут чего-то в жизни достичь, поэтому с детства очень важно дать им почувствовать это, почувствовать себя личностью, человеком, чувствовать от вас не только тон требований, а чувствовать с вашей стороны некое уважение к себе. И тогда наши дети вырастут достойными членами этого общества, этой умы. Именно об этом и сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, «Аллиму валя туаннифу». «Фаинна лмуаллима хайрум минальмуанниф». Вы обучайте, раскрывайте, просвещайте, но не проявляйте грубость. Воистину просвещающий лучше того, кто проявляет грубость, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Например, прежде чем повышать голос или угрожать своему сыну, если он пропустит намаз, вы объясните ему, для чего совершается молитва. пусть ему будет семь лет, пусть даже шесть лет будет. Постарайтесь своими словами объяснить своему ребенку, кто такой Всевышний Аллах, для чего мы созданы Всевышним Аллахом, какова наша цель. Найдите время для этого. Да, конечно, методы кнута тоже необходимы. Мудрецы говорили, пусть плеть или палка висит на стене не для того, чтобы ее применить, а для того, чтобы чувствовали дети, что есть вещи, которые являются принципиальными, есть вещи, к которым нельзя приближаться. И если к этому они приблизятся или они захотят это сделать, то методы сурового воздействия они неизбежны. В другом хадисе посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллима говорит, в чем бы мы не применили доброту, доброта это дело украшает. И в чем бы мы не проявили грубость, жесткость, жесткость уродует это дело, то есть извращает его. То есть чаще применять тактику пряника, чем кнута. Вот метод воспитания посланника Аллаха саллиллаху алейхи и саллим. Именно таким и был тот мальчик, которого встретил Умар, алиаллаху аанху, когда однажды Умар со своей свитой отправлялся по дороге, он заметил, как детвора разбежалась, испугалась Умара, кроме одного мальчика. И это вызвало удивление Умара, раллияллаху аанху. Умар спросил, а вот все дети убежали, ты почему не убежал, спросил он у него. Он сказал, потому что я не совершил ничего плохого, чтобы скрываться от вас. А дорога достаточная и для вас, и для меня, сказал этот мальчишка. Это понравилось Умару. То есть этот мальчик уже с детства растет с достаточной самоуверенностью. В нем чувство того, что он личность, что он человек, который не сделает то, что заставит его краснеть перед другими людьми. Вот это очень важно, дорогие мои братья, в методах воспитания наших детей. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи в другом хадисе дает некое направление в приоритетах в воспитании наших детей. Он говорит «Аддибу ауладакум алят алят». Воспитывайте своих детей в трех вещах. Алят, Алят и Фисал. «Аля хуби набийикум в любви, в духе любви к вашему пророку. «Аля хуби али байтихи и в духе любви к семейству пророка саллиллаху алейхи Абваката.